Девушки отдыхают Можем отправиться на поиски этого резца Или еще немного осмотреться тут Но ты, конечно, сам решай Как попасть к резцу? Под мост, затем туда, к статуям грибцов Ну а потом между ними Мимир, так почему Фрея плюнула тебе в лицо? Ну она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я И в чем-то она права Все началось во время долгой войны между асами и ванами Прежде асы легко побеждали всех Но ваны оказались достойными соперниками И нанесли им огромный урон Обе стороны несли огромные потери И для многих из нас война перестала быть забавой А превратилась в утомительное смертоубийство Согласен, брат? Именно Вот-вот, дело зашло слишком далеко И мудрейший советник Один решил найти другой Более разумный ключ Хотел убедить богов прийти к миру Уговоры дались трудно Но, наконец, Один решил взять в жены одну богиню из рода ванов Славную не только тем, что она хороша собой и плодовита Но еще сведущая в магии ванов Которую Один давно мечтал постичь Фрея вышла за Одина Зачем это ей? И она пошла на эту жертву Чтобы защитить свой народ Воистину, Фрея достойна лучшей участи Но история, конечно, не так проста Причалим здесь? Гульвейк Ты слишком рано покинула этот мир Слава, резец ухо рядом За этими врагами Зачем ты сможешь Тебя стреляют сзади! Стопатина! 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 Стоп! Стomm Allah! Стψ! Играет музыка. Ты станешь такой же, как прежде, Клевский. Ты, ходящий в мире живых, моя дорогая Гульвик зовет меня. Она мечтает о мире, но ее останки раздроблены. Умоляю тебя, собери Гульвик воедино. Мы должны собрать ее кости? Фу. Магия Гульвик не знает границ. Она может объединить тебя с тем, кого ты потерял. Правда? Как? Сын, я чувствую твою боль. Поверь, ее магия может построить мосты между жизнью и смертью. Пусть и очень ненадолго. Сын, мы уходим. Они забрали три кости, милый Гульвик, и разбросали их по озеру. Принеси мне ее кости. Гульвик вознаградит тебя. Отец, может, все же поищем эти кости? Зачем? Ты не слушал? Мы сможем поговорить с мамой. Если поглядывать по сторонам... Ищи, если хочешь. Я не стану отвлекаться на пустые затеи. А что это за резец такой особый? Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим камешком такого виду мира. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разверенный каменщик ударил сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном. Но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Митгардопу. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Урубил его? О, нет. Он упал на деревню? Да. Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. О, броди! Опасный зверь. Убьем его вместе. Что делаем? Опасный зверь. Спisten. Убьем его вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, его идея ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так просто мы не откроем ДимаTorzok Я что-то вижу наверху ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Враг слева! Сзади! Слева! Справа! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому... Не видит ничего. Вот почему нам самим всё это оружие, как правило, ни к чему. Да, но на драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты. Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него сивухой не пахло? Ты снова дал ему топор. Ну, пошли. Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины. Пожалуйста. Момент? Да-да, заходите. Такая важная работа. Такая важная работа. Такая мощная работа. Такая важная работа. Такая важная работа. Да-да, заходите. Относите аккуратнее. Я плохого не посоветую. Я не могу. Рад, что был полезен. Сегодня я художник. Наверное, тебе нравится работа моего брата. И очень зря. Так, что там за идея? Так, угадаешь? Ну, наверняка не столбом тут стоять. Верно. Но как идти дальше? Так, угадаешь? Продолжение следует...